Начало зимнего периода сопровождается теплой погодой. Температура воздуха на 2-3 градуса выше нормы. В то время, как в декабре обычно выпадает много снега. В этом году атмосферные условия поднялись с 5 до 10 градусов по Цельсию. По данным метеорологов, дождливый период начинается в третьей декаде января. Начиная с третьей декады, температура воздуха понизится после неустойчивой погоды. 18-19 января ожидается понижение от минус 0 до минус 5 градусов. Такая морозная погода продлится до конца января месяца. Такое показательное изменение природы быстро наблюдалось в течение последнего десятилетия. Например, с 2008 года не было холодной погоды. Это явление может оказать негативное влияние на сельское хозяйство. Причина в том, что в горах меньше снега, а условия на солнце теплее, что приводит к быстрому таянию ледников, а не замерзанию. В результате запасы воды уменьшаются. В феврале месяца также ожидается неустойчивая погода. Ожидается резкое понижение температуры, осадки в виде снега. По прогнозам, низкая температура будет наблюдаться и в начале весны. Осадки в виде снега будут также допустимы в марте. Многие обращают внимание на то, что атмосфера меняется и выходит за рамки обычного. Мне, конечно, такая погода нравится, но она необыкновенная, она для зимы. Я не знаю, но просто не охота, это слякоти, грязи, снега. Так что, наверное, лучше теплое. Ну и, конечно, тепло дома, коммуналку не так много тратится. Отметим, в Баткенской области расцвел весенний цветок. Это удивило всех пользователей интернета кыргызского сегмента. Продолжение следует...